Собственно, начнём с того, что этот надувной мостик я привёз самолично вот в таком вот обычном пакете, чего совершенно не представляется возможным привезти такой же мостик абсолютно в таком же пакете. Теперь важный момент на транспортабельность, транспортабельность и вес. Сейчас попрошу довольно сильного спортсмена поднять вот обычный гимнастический мостик одной рукой. Ну, сделать, в принципе, это можно, но с ним, конечно, никуда и не зайдёшь, ну и достаточно долго его не пронесёшь. А вот так вот прямо попробуй его поднять. Не, ну не, поднимай, поднимай, давай. Тяжеловато, да? Да, да, да. Хорошо, меняем, да, берём другой. Практически ничего не весит. Переносить можно ребёнок, да? Второй важный момент – это травмоопасность. Значит, обычный гимнастический мостик выполнен, в первую очередь, из дерева, поэтому любые падения на мостик, а они случаются, да, когда при обучении, когда человек прыгает сальто вперёд, да, сальто назад, фляки, различные элементы. Бывает, что даже возникает страх именно от падения на мостик из-за этого ошибки в технике. В данном случае надувная конструкция полностью исключает вообще этот страх. Цена падения на мостик совершенно на данную мостику надувной совершенно безопасна. Да, ещё один важный момент – это возможность изменения жёсткости. Если обычный гимнастический мостик, да, можно, конечно, убрать пару пружин, он будет помягче, но в целом это обычно не делается, да, то здесь буквально спустил слегка, и уже можно сделать помягче, пожёстче, в зависимости от веса спортсмена и его возможности. В принципе, кидают одинаково. Хотя на дувном, конечно, покомфортнее, не так бьёт в состав. Так, ещё один такой бонус, хороший плюс этой дорожки – то, что, допустим, его можно использовать даже дома в качестве какого-то средства страховки. Допустим, у нас дома только деревянный пол, всё и больше ничего, да, и нам нужен, ну, у нас нет никаких матов, ничего нет, да, мы можем просто взять. И совершенно безопасно на неё падать. Ну да, если ещё где-то спустить, помягче будет ещё лучше. Значит, теперь ещё один момент, да, это её износа стойкость. Пока, конечно, она ещё не испытана, но по своему опыту могу сказать, что вот такой вот обычный гимнастический мостик мы разбили, наверное, за год интенсивных прыжков, когда уже начало сбиваться и покрытие, и, собственно, сам мостик уже дал трещину. А дорожка, выполнена из такого материала, пока что за три года ещё никаких проблем не выявила. Но это касается именно только дорожки, она не касается совершенно мостика, да, то есть это мы ещё будем испытывать. Но пока дорожка из такого же материала, она показала себя отлично. Три года функционирует, каждый день надувается, сдувается, сцена на ситоспорта на ней прыгает, пока ничего с ней ещё не стало. Лично я для тренировочного процесса вижу одни плюсы. Минусы могу назвать, ну, чтобы не говорить, что это одни плюсы, там всё суперкруто, да, могу назвать два существенных минуса. Во-первых, это, конечно, не соответствует никаким правилам по жёсткости, никаким правилам, гимнастическим правилам, потому что в соревнованиях по гимнастике должны быть совершенно типичные правильные мостики с правильной жёсткостью. Наверное, для всё-таки мастеров спорта, серьёзных спортсменов, обычный гимнастический мостик подойдёт гораздо лучше. Ну и ещё один минус, точно могу назвать, точно вспомнил один минус, то, что её нужно надувать, конечно, при помощи специального компрессора. То есть не имеет смысла заказывать себе только один, да, потому что сам компрессор стоит ещё в районе, там, 10 тысяч. Поэтому, но если есть возможность, допустим, купить себе, взял 3 или 4 мостика, в нормальном зале всё-таки должно быть больше одного мостика, мне кажется, то, в принципе, тогда это вариант, конечно. Тогда это уже не является минусом, покупка дополнительного компрессора к нему. Подводя итоги, могу сказать, что технологии шагнули вперёд, и данный надувной мостик является хорошей альтернативой, даже лучшей альтернативой деревянному. То есть, единственное, если вас интересуют тренировки для профессиональных выступлений, где пока что применяются какие мостики деревянные, то вам, скорее всего, нужен этот. Во всех остальных случаях я считаю, что этот гораздо удобнее, дешевле, безопаснее и долговечнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова